привет дорогие девочки сегодняшнее видео будет без мастер-класса это такая видео помощь для тех кто сомневается в том что носить или не носить синтетические палантины платки а если носить то как есть категория скользких платков и я сейчас демонстрирую вам их и как по мне они самые красивые за счет своего блеска часто за счет замечательных принтов и вот именно мы в основном об этих платках пойдет речь что делать если такой платок у вас уже есть и вы не знаете как его носить полистеровые вот эти блестящие красивые платочки имитирующие шелк они скользкие поэтому с ними частенько приходится использовать булавочки из-за своей скользкости эти платки не позволяют придумать из них множество фасонов но я делала несколько мастер-классов с этими платками список их вы увидите в описании под этим видео если у вас уже есть такие платки они вам очень нравятся то пожалуйста пробуйте я их люблю за то что они очень хорошо драпируются они создают мягкие красивые складочки они как правило обладают яркими цветами яркими принтами платочки блестят очень красиво из них получаются хвосты но как правило не знаю заметили вы или нет но хлопковые платки как правило имеют какой-то умеренный принт то есть они более спокойные они более бытовые что ли они более домашние полиэстеровые платочки они такие довольно нарядные яркие ну конечно же есть разные у нас у всех разный вкус первое правило это ограничить ношение синтетики в жару а лучше вообще исключить если вы все-таки решили носить свои полиэстеровые платочки в жару то вам придется их фиксировать к волосам на случай если вы не носите нижние шапочки я бы советовала носить эти замечательные платки в межсезонье то есть в те поры года когда температура составляет от 5 ну допустим до 20 градусов ну каждого конечно этот диапазон индивидуален не носите эти платки если вы предполагаете активно двигаться потому что под ними вы будете потеть и это будет некомфортно для вас если этот платок никак не хочет держаться на ваших волосах несмотря на то что вы его закалываете как-то заколочками тогда одеваете под него или шапочку бонни или нижний платок или нижний палантин то есть вниз под этот платочек повязывайте хлопковый натуральный платок он позволит голове дышать то есть голова ваша не задохнется с этой шапочкой вы будете чувствовать комфорт но опять же и помните что температурный режим должен быть выдержан это не должна быть жара я не знаю что говорить я дальше буду просто показывать и образы кстати если вы знаете фасоны для шелковых платочков вы запросто для шелковых скользких платков вы запросто можете использовать их для вот этих вот полиэстеровых платочков и я вам предлагаю также найти ссылочку в описании под этим видео на мастер-класс по шелковым платочкам и все эти фасоны что делаем мы из шелка можно сделать с этими полиэстеровыми платками а с этим я долго разбиралась я не могла понять шелка то или полиэстер но оказалось что это полиэстер ну девочки я надеюсь я помогла вам разобраться с тем как когда и зачем носить полиэстеровые платочки спасибо вам всем за просмотр спасибо что вы у меня есть всех вам благ замечательного настроения скоро увидимся новых видео пока